Продолжение следует... На каждом из наших собраний Господь вот эти духовные драгоценности вот эти дает нам, бери, бери, не хочу. Иногда люди говорят, не хочу. А мудрые, конечно же, говорят, да, Господь, и собирают, собирают сокровищницу сердца своего. Пусть Бог благословит нас быть в числе мудрых, которые знают правильно, как распоряжаться и временем, и ресурсами, которые Бог дал. Говоря о ресурсах, я недавно наткнулся на такую интересную передачу на YouTube. Я искал, что же такое Смирна и Ладан, как вообще это все делается. Он наткнулся на передачу, которая называется «So expensive», то есть «Так дорого». И, в общем, там такие короткие ролики, которые рассказывают про какую-то такую дорогостоящую вещь и как ее добывают, как ее делают. И вот Ладан и Смирна до сих пор во многих странах, как было тысячи лет назад, это были вещи, которые ценились, которые наряду с деньгами ими покупали или продавали какие-то вещи. Мы читаем в историях в Новом Завете, когда мудрецы принесли дары, и там среди золота были вот такие вещи, как Смирна или Мира в других местах переведено. И вот мне интересно было, как это все делать. И знаете, я вот думал о ресурсах. Есть вещи, которые кроме бумажек каких-то напечатанных, кроме золота, до сих пор люди обмениваются какими-то товарами, которые драгоценные, которые что-то стоят. И так или иначе тем или другим вещам придают какое-то значение, какой-то вес. Люди это ценят, люди готовы за это тратить свое время, какие-то средства, силы и так далее. И вот я бы хотел сегодня поговорить об одном таком ресурсе, который часто мы можем недооценивать. И мне кажется, ребята, которые сидят там в хоре, вот в таком возрасте, в котором сейчас находятся они, люди редко ценят этим ресурсом. Это, конечно же, время. Я как-то, может, года три назад говорил на эту тему, и мне бы сегодня хотелось немножечко еще порассуждать. Как говорят, повторение мать учения. Моисей молится так, 89-й Псалом, 12-м стихом, довольно-таки известный стих для нас. Псалом 89-12. «Научи нас так счислять дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое». Молитва человека Божия. Моисей общался с Богом. Он прожил намного дольше, чем все мы здесь сидящие, правда? И тем не менее он молится и просит Господа, чтобы Бог дал ему мудрость, и всем нам дал мудрость, чтобы правильно распоряжаться этим отведенным нам временем. Вот научи нас, Господи, так счислять дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое, чтобы нам, пройдя этот жизненный путь, мы что-то могли ценное скопить, мы смогли правильно распорядиться этим. Так или иначе, Господь каждому из нас отмеряет определенную меру всяких разных добрых ресурсов. Кого-то Бог наделил талантами, и Бог, конечно же, ожидает определенного плода. Кого-то Бог наделил определенным мудростью, знанием, красноречием, здоровьем. И многие разные вещи, которые нам Господь дал взаймы, и дает это щедро. Дает это, знаете, как Господь умеет это делать. И, конечно же, Он ожидает от нас плода, чтобы мы, используя наш ресурс, мы, используя вот эти 70 или 80 при большей крепости лет, чтобы мы каким-то образом это смогли вернуть, чтобы мы каким-то образом смогли умножить. И, знаете, у Него есть определенный план. Вот уже наша задача зависит, находимся мы в этом плане или нет, исполняем мы его или нет. И мне кажется, что время – это очень драгоценный ресурс, который, как я уже сказал, мы часто недооцениваем. Иногда проходит момент какой-то, и мы готовы отдать большую сумму денег, чтобы вернуть время вспять. Чтобы, возможно, не сказать то, что ты уже сказал. Чтобы, возможно, сделать то, что ты не сделал. Поговори с тем человеком, которого уже нет. Просто пару минут буквально. Просто сказать человеку спасибо или прости. Или просто что-то сказать нашему близкому человеку, которого сегодня с нами нет. И иногда, знаете, приходит мудрость с возрастом. А часто возраст приходит один. Кто-то приобретает мудрость. Мой отец так, тесь мой, любит выражаться. Он когда видит, кого-то на дороге остановил полицейский, он говорит, вот человек приобретает мудрость. Говорит, можно было бесплатно получить, но он решил за деньги. Приобретает мудрость. И не так давно, братья, уже кто-то здесь за этой кафедрой упоминал такую аллегорию, что каждому человеку в его банк начисляется определенная сумма финансов. И только в этот день можно их потратить. Их нельзя откладывать, их нельзя кому-то передарить. Их нужно только потратить. И как ты этим воспользуешься? И вот аллегория звучит так, что это время, это наши минуты, это наши часы, это наши секунды, которые Господь отвешивает каждому. Проходит время, и знаете, его нельзя вернуть. Вот время – это ресурс. Когда мы приходим на работу, правда же, мы договариваемся с нашим работодателем, и мы говорим, я готов тратить свое время, свое усилие за такую-то определенную плату. Вот, и мы там договариваемся об этом. Человек платит время мне за то, что я… Он платит, вернее, деньги за то, что я трачу свое время, свои силы, свой опыт. Знаете, время можно потратить. Но время также можно, еще говорят, убить время. Вот у меня там в аэропорту два часа, мне нужно как-то быстренько скоротать, или, говорят, убить время. То есть попусту просто вот куда-то в никуда его, чтобы пролетело время и забыл. Также время можно провести, и провести с пользой, и время еще можно вложить. То есть в зависимости от того, как мы распоряжаемся этим временем, оно будет считаться либо время потраченное, либо время вложенное. Христос говорит так, кто не собирает, тот расточает. Я не знаю точно, там не поясняется, о чем именно говорил Христос, возможно, по контексту можно проследить, но это очень подходит ко времени, правда же? Если мы не собираем в небесные сокровища, если мы не инвестируем или не переводим эту, скажем так, нашу земную временную валюту в вечное, в небесное, то мы это теряем. Кто не собирает, тот расточает. Друзья, на что мы с вами расточаем нашу жизнь? На что мы тратим драгоценное время, которое Господь нам дает? Потому что время, знаете, легко, очень легко променять на так называемую похлебку этого мира. Любопытство есть такое хорошее качество у человека, иногда оно пагубно влияет на человека. Просто заглянул в интернет. Человек просыпается, и я не знаю, у кого есть телефон, наверное, первым делом, что вы делаете там. Я знаю, многие так делают, и я в том числе. Ну что, надо посмотреть, что же тебе там написали. Ну я быстренько там заглянул, посмотрел, и ты смотришь на время уже 15, 20, полчаса прошло. И просто ты не замечаешь, как... Ты просто заглянул посмотреть, что же тебе там написали, что же там на Viber пришло, а может быть там какая-то еще информация поступила. И по сути, вроде информации никакой важной не было, но ты потратил 15 минут или 20 минут, кто-то час бывает тратит. Сейчас в телефонах есть такая функция, вы можете посмотреть, на что именно вы тратите время в своем телефоне. Там, где entertainment, развлечение, или там какая-то education, или еще какие-то разные категории. Оно все там каким-то образом фильтруется. Поэтому, друзья, можете посмотреть, если вам интересно, на что вы тратите свое время в вашем телефоне. Кто не собирает, тот расточает. Мы расточаем этот драгоценный ресурс. И, знаете, человек вот в этой жизни, он в погоне за счастьем, он часто ищет то, чего он не находит. Знаете, мы 99, наверное, процентов нашего времени, мы заняты обустройством нашего быта, дом, семья, детский сад, потом школа, потом университет, потом работа, потом у нас планы куда-то поехать на отдых. И, знаете, это все вещи не греховные, это все хорошие вещи. Но, знаете, хорошее становится плохим, тогда, когда средство становится целью, когда это становится целью нашего существования, когда вот такие, вроде бы, второстепенные, правильные, классные вещи, которые Господь нам дает, они становятся главными в нашей жизни. Они становятся своего рода идолами, и тогда вот это время, которое потраченное на них, оно становится действительно потраченным. И Экклесиаст говорит, это все суета. Человек собирает себе что-то там делать и говорит, все это суета. А что же дальше? И нам порой так трудно понять, когда Христос говорит, что не ищите, во что одеться, что покушать. Говорит, ищите прежде Царство Небесное. Это, знаете, это такое чуждое вообще всего этого, то, что здесь на земле. Людям оно настолько иногда бывает трудно понять, человек особенно, который так углубился вот в это материальное, вот здесь, знаете, чтобы урвать какой-то послащий кусок. И человек в погоне за материальным, он часто, мы забываем, духовное. Человек в погоне за второстепенным, он часто забывает главное. Друзья, время – это возможность. И старшие говорят, пообщаешься с кем-то из взрослых, и они говорят, так все быстро пролетело, как миг. Не успел оглянуться, уже седина, не успел оглянуться, уже дети взрослые, не успел оглянуться, я уже старик. Когда-то я думал, что 20, 30, 60 лет – это еще, ох-ох-ох, а теперь я вроде бы подхожу к этому возрасту. А где же все вот это, то, что за плечами? Дорожите временем, ибо дни лукавы, пишет апостол. Вот что имеется в виду «дорожите временем»? Каким образом нам нужно дорожить этим временем? Каким-то образом нам нужно его где-то собирать, где-то складывать или что? То есть, я понимаю так, что не нужно его тратить зря. А на что же его тратить? На какие вещи нужно тратить наше время? На то, что будет иметь ценность в небесах, согласны? Вот, когда ты провел день или какое-то время на то, что ты знаешь, что это послужило Божьей славе. Это то, что Господь имел в своем плане. И ты знаешь, ты приходишь, к концу дня ты чувствуешь, и тебе наполняет твое сердце такое чувство удовлетворения. Ты знаешь, что ты не провел этот день зря. Ты сделал что-то правильное. Ты сделал то, что будет иметь значимость через 2-3 дня, через 100 лет, а возможно и в вечности. Ты сделал то, что повлияет на чью-то жизнь. Ты сделал то, что, возможно, кого-то приведет ближе к Господу. Ты сделал что-то, то, что ты знаешь в очах Господних, оно приятно. И тогда ты понимаешь, что это время не потрачено зря. Тогда ты знаешь, что Отец, Он смотрит на тебя, и Он с благоволением смотрит на тебя. Научи нас так счислять дни наши, чтобы приобрести сердце мудрое. Ищите Бога, пока можно найти Его. Знаете, мудро использовать наше использование этого ценнейшего ресурса. Экклесиаст 8.5 написано. Соблюдающий заповедь не испытает никакого зла. Сердце мудрого знает и время, и устав. В другом месте он пишет. Всему свое время и время всякой вещи под небом. Интересно так, друзья, что мы живем... Бог суверенно поставил или распределил жизни людей так, что каждый живет в том времени, в котором Бог ему определил. Это Господь сделал, не мы выбрали, чтобы в это время, в этом веке жить, в этой... Ну, мы можем выбирать там регион, географию, но то, что зависит от Господа, Он сделал. Он знал, куда тебя посадить, в какое время, в исторической, скажем так, карте. И это от Господа. Но с нашей стороны, как мы этим временем будем распоряжаться? И экклесиаст говорит, что сердце мудрого знает время и устав. Вот существуют определенные у Господа уставы, определенные сезоны и сроки. Фермеры знают, что есть определенное время, когда нужно сеять урожай. И есть время, когда его нужно собирать. Также в жизни человека есть время, когда он называется детство, отрочество или подростковый возраст, юность, старость. Есть время, когда нужно строить семью. И есть время, когда это уже делать поздно. Есть время, когда нужно учиться, а есть время, когда необходимо уже передавать эти знания следующему поколению. В одном послании Павел пишет, что вам надлежало быть уже учителями, а вы еще младенцы. Вы еще как бы в песочнице играетесь. Вот, знаете, есть разница, когда тебе пять лет, и это нормально в пять лет ожидать, что родители тебя о тебе беспокоятся, позаботятся, тебе купят все, что необходимо. Но когда тебе 25 лет или 35 лет, нормальным является то, что ты уже знаешь, что любят твои родители, родители, что им нравится, и ты уже можешь о них позаботиться. И ты уже со своего кармана можешь позаботиться о своих родителей. И это нормально. От этого не ожидают от человека в 5 лет. Но этого вполне можно ожидать от человека в 25 лет. Помните ту смоковницу, к которой Христот подошел, и написано, он ожидал плода, но не увидел на ней плода. Она листьями была покрыта. Интересно так, что смоковница, вы, наверное, знаете, что на ней плоды появляются вначале, а потом листья. И когда он увидел, что листья уже есть, думает, ну, наверное, плоды там тоже должны быть. Но плодов не оказалось. И он проклял ее. Ожидал плода. Есть время, когда от нас Господь что-то ожидает. Он не спрашивает с 5-летнего младенца то, что он спросит с 25-летнего или с 50-летнего. Правда же? Зачем тебе умирать не в свое время? То есть, есть свое время, которое Бог назначил. А есть не свое время. Вот определенные есть времена и сроки. В другом месте написано, праведник, как зеленеющее дерево, приносит плод. Когда? В свое время. Есть время, когда Господь ожидает от тебя, что Он тебя поливает, Он тебя обогащает, Он тебя взращивает и ждет, что настанет это время, когда ты должен принести плод. Всему свое время, пишет Экклесиаст. Написано, «Пришла полнота времени, когда Христу нужно было прийти в мир». Вот определенная полнота времени Господь установил, что-то должно в истории было сложиться так, чтобы Христу именно в это время необходимо было появиться в этом мире. Пришла полнота времени. Вот у Господа есть эти времена, есть эти сроки, определенные уставы, и Экклесиаст пишет, что сердце мудрого знает и время, и устав. Если у меня есть пару минут, я бы хотел зачитать коротенькое стихотворение, которое я бы не осмелился прочитать на похоронах. Оно немножечко с таким уколом, но в нем есть очень хороший смысл. Ирина Снегова написала это стихотворение, и оно звучит так. «И тот, кто не видел ее годами, и те, кто с ней рядом бок о бок жили, все к ней сегодня пришли с цветами, и рядом у ног ее их сложили». Стояли торжественные корзины от младшего сына, от старшего сына. Плача склонялась над ней невестка, та, что не раз отвечала дерзко. И ветхи сирени махровой белой бралась перекладывать то и дело. А внук, что ленился очки подать ей, свежие листья ей клал на платье. И подобревшей рукой соседка вдруг положила хвойную ветку. Люди кругом стояли в печали, плакали, слушали, молчали. Остыли на стуже цветы живые, так много их у нее впервые. А если б она их увидеть могла бы, взять, разобрать и поставить в вазы, может, и сморщенной, старой, слабой, стала б красивой и сильной сразу. И мне захотелось выйти из круга, сказать, что все эти букеты лживы, и крикнуть «Люди, дарите цветы друг другу!» Сегодня, сейчас, пока мы живы. Друзья, мы часто, бывает, упускаем время. И уже поздно, когда мы понимаем, что было время, когда необходимо было делать то или другое. Было время, когда нужно было дарить эти цветы. И на похоронах мы приходим уже и дарим эти цветы, которые, ну, для красоты, что ли. Я хочу сегодня говорить о том, что нам важно не упустить. Господь дал каждому из нас вот это время, определенный ресурс, определенные таланты. Дал нам драгоценную церковь, поселил нас в ней, чтобы в надежде, что мы принесем определенный плод. И Господь смотрит, ждет год и два, и окапывает, и поливает, и удобряет, но нет плода. Знаете, Библии можно много говорить о готовности. У меня за неимение времени, я просто перечисляю местописание без ссылок. «Бодрствуйте, ибо не знайте ни дня, ни часа. Бодрствуйте и молитесь, ибо в который час, не думайте, придет Сын Человеческий. Как было во дни Ноя, так будет и во дни Сына Человеческого. Со страхом и трепетом проводите дни ваши. Увещевайте, когда усматриваете приближение дня Оного. Ищите прежде Царствие Божие». Кто-то сказал так, жить нужно так, как будто Христос умер вчера, воскрес сегодня и придет завтра. Каждому время дано на время. Давайте использовать, пока оно есть. И еще раз этот стих из Псама. «Научи нас так счислять дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое». Давайте это будет молитвой нашей. Мы склонимся и попросим в Господа. Аминь. Спасибо. 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 Спасибо.